Итак, всем привет, прохождение номер шестнадцать. Узнать правду об Элизабет, пробраться в замок, глава семьи. Опа, еще одна беседа с отцом или... как его называть. Прекрасное утро, дитя мое. Похоже, что зря наконец-то настало. Почему ты до сих пор здесь? Твоя драгоценная королева отправилась в бездомную пропасть, откуда и пришла. История почти завершилась. Не хочу попрощаться. Солнечное тепло лишает меня сил. Вскоре я усну. Как и моя королева. Все кончено. Поздравляю тебя. Обалой королеве. Значит, люди достаточно настрадались, и теперь наша дорогая мать снова уснет. Нет, Джонтон, Морриган довольна тем, что ты посмел бросить ей вызов. Ты победил мой защитник. Кем ты ей приходишься? Двойником? Противником? В какой-то бесконечной игре? Она моя грозная и вспыльчивая мать, и твоя в некотором роде, но ты, в отличие от меня, не появилась на свет из-за ее ужасной тропы. Ты лишь дальний ее родственник. Чего она хочет? Отомстить? Она ничего не хочет, но видит сны об этом. На одном древнем языке ее имя означало Призрачная королева. Молитесь о том, чтобы она никогда не проснулась, ибо гнев ее не знает границ. О кошмаре. Почему Харри Джонс превратилась в кошмар? Это ты, врач? Твои знания помогут ответить на этот вопрос. У тебя есть предположения? У тебя есть ответа? И хорами становились только женщины. Я заметил, что и хорами становились только женщины, словно мужчина не мог пережить. В превращении, Харри тоже была озлобленной женщиной, как и ее дочь. Если Морриганы предпочитают делать своими орудиями обездоленных женщин, то мы должны благодарить судьбу за то, что в этот мир пришел всего один кошмар. Их хоры заразны. Их хоры, похоже, переносят разные заболевания. Они не просто превращают людей в скалии, а несут смерть. Кто знает, пробуждается ли алая королева, когда в мире смертных возникают такие эпидемии, или же болезни появляются, словно проклятие, когда она проснулась. Это еще не конец. Еще ничего не кончено. Сегодня я узнаю истинную природу крови ненависти. Не стоит вмешиваться в историю, которая так тесно связана с чужими страданиями, что будет со скалоном. Позволишь им незримо править страной? Я не вмешиваюсь в мелкие политические интриги, а скалон был построен на лжи. Она не может существовать вечно. Но у лорда Редгрейва в самом деле была кровь маршала. Чистая кровь величайшего рыцаря-вампира. В самом деле, интересно, как ему удалось ее добыть. Возможно, мне следует забрать этот артефакт, прежде чем уснуть. Ха-ха-ха, да аж. О стражах Привана. Кто станет с охотниками на вампиров? Они всегда будут искать Уильяма Маршала, который пережил уже две великие охоты. Не забывайте, что вы теперь тоже в их списке. Что значит братство? Боюсь, ничего хорошего, поскольку ваш потомок собирается ее возглавить. То есть, этот доктор? Я уверен, что нынешний глава братства не собирается подавать в отставку. Вот именно. И я не уверен, что ваш потомок понимает, какому противнику он бросает вызов. Я хочу увидеть Элизабет. Нет, я должен понять, почему Элизабет бежала сюда, когда узнала, что она и есть здоровый носитель. Она не та, кем ты ее считаешь. Эта тайна тебе скоро откроется. А ты, зачем ты здесь? Хочешь осуществить еще один древний жуткий план? Скажи правду. Я хотел поприветствовать своих сыновей и попрощаться с ними. Сыновей? Их несколько? Ты когда-нибудь перестанешь? Говори загадками. Возможно, я слишком стар, чтобы говорить с вами. Быть может, теперь он у вас только сложных слов, что вы уже не понимаете самые простые. О крови Уильяма Маршалла. Расскажи мне об Уильяму Маршале, почему его кровь так сильная? Он не сильнее вас, а просто старше. Вы сильный, Джонатан Рид. Вы рыцарь своей эпохи, избранный, чтобы отразить новую угрозу. Уильяма Маршалла здесь, поэтому вы сюда пришли. Разве я не ответил уже на этот вопрос? Его кровь была... Не была сквернена? Которой владел лорд Редгрейв, из которой я сделал сыворотку. А если бы она была не чистой, тогда бы вы тоже потерпели поражение, ведь кровь ненависти сквернела бы и вас. Сыворотка из крови короля Артура. В бою со мной Джеффри Маккаллом использовал сыворотку, сделанную из крови короля Артура. Я узнал, что это была кровь вампира. Чья именно? Как вы сказали, это была кровь короля, кровь защитника, которого я выбрал. Чтобы он спас страну от великой опасности. Король Артур тоже ваш потомок? Почему меня это не удивляет? Да, это так, но он потерпел поражение. Из-за этого страна страдала в течение... ...многих веков. Кто твои сыновья? Почему вы прощаетесь с ними? Вы мой сын, как и Уильям Маршалл. Мы лишь куклы? Значит, мы для вас просто марионетки, с помощью которых вы боретесь с... ...спящей древолицей? Нет, вы мои сыновья, я горжусь вами. Я скорблю, когда вы терпите поражение. Скольких вы уже создали? Это безумие. Скольких вы еще братьили? И кого? Шекспира? Исаака Ньютона? Альфреда Великого? Фрэнсиса Дрейка? Томаса Мора? Гай Фокса? У меня немного потомков, потому что не так часто приходится защищать эту страну. Но да, один из названных ваш бессмертный брат. Возможно, когда-нибудь вы с ним встретитесь. Остается только гадать, кто именно. Так, секунду. Тогда говори ясно. Ответь на мой последний вопрос. На какой? Я победил эпидемию? Ты нашел тот замок, Джон Тонрид, и в нем найдешь свой ответ. Прощай. Дитя мое, скоро я увижу тебя во сне. Да уж. Стены замка вветшали, возможно, я смогу как-то проникнуть внутрь. Дитя мое, скоро я увидел. Там, надеюсь, не будет сейчас варианта, чтобы остановить эпидемию навсегда. Нужно ее убить. Может, мне просто чудится, но я слышу запах духов Элизабета, она должна быть где-то здесь. Слышу. Не слышу, а чувствую. Старое письмо. Дорожайшая леди Эшбери. Благодарю вас за ваше последнее письмо и за хорошие новости. Не могу дождаться встречи с вами, когда вы будете в Лондоне. Сас здесь так прекрасен под летним небом, хотя я заметила, что вы прочитаете избегать жары и солнечного света в силу хрупкого здоровья. Буду рада вам в любой день. Я хотел бы обсудить вашу чудесную идею. Основать приют для юных леди в духе французского королевского дома святого Людовика. Как жаль, что его закрыли, когда французы решили, боже, мне даже писать эти слова страшно, отрубить голову своему королю. Такое начинание идеи обеспечит хорошим образованием одаренных, но бедных сирот. Без сомнения, приведет в восторг моих друзей в Сити. Вы можете рассчитывать на меня, я пущу в ход все свое влияние, и ваш проект будет иметь успех. Всегда ваша графиня Александра Саммерсет. Она закреплена. Замок рушится. Портрет Элизабет Блэк отработает. Так. Копия письма. Дорогой мистер МакКаллистер, мне как новому закону владельцу поместья Эйшбери не терпится приступить к данному требуемому восстановлению стены и крипты в замке. Я ознакомилась с предложениями нескольких архитекторов, но ваше впечатлило меня своим почтением к сохранению исторического облика здания. Я буду рада встретиться с вами, когда вам будет угодно. Единственное мое требование – беседовать напрямую с вами, а не через ваших помощников. Жду вас в любой вечер в следующем месяце, когда вам будет удобно. Вы можете приехать в замок, или же я могу посетить вашу контору. На ваше усмотрение. Если вы согласитесь встретиться в замке, я могла бы показать вам, какой я вижу обновленную крипту, в реконструкцию которой вам, вероятно, придется вложить немало труда. С уважением, леди Эйшбери. Здесь, как и в большинстве замков, есть крипта, и в ней таится что-то особенное. Новая картина. Портрет доктора Джонатана Рида. Это я. Елизабет, любовь моя, ты повесил мой портрет, чтобы он охранял тебя, пока ты спишь, я польщен. Фотография. Портрет леди Эйшбери в Париже, 1888 год. Ну а там, вон, у нее щиты висят, все так в рыцарском стиле средневековом. Это сладкий аромат духи Элизабет, она была здесь совсем недавно. Таскать тайный проход, так, секунду. Портрет Элизабет и Джейкоба Беккуда в Версале. Недавнее письмо в санаторий Дун Барроу, Шотландия. Дорогая леди Эйшбери, благодарю вас за ваши письма и пылки и споры о вампирах в фольклоре. Теперь я убежден, что мы разделяем мнение по поводу научного и современного подхода к тяге крови и лечению этой зависимости. Когда я встретил вас в санатории Дун Барроу, кто был поражен вашим рвением к благотворительности и все еще под впечатлением от того, с какой добротой вы общались с бедными пациентами. Я был бесконечно счастлив в сообщении от должности администратора в Пембургской больнице, которую вы поддерживали с самого ее основания. После нескольких дней размышлений я с радостью принимаю ваше предложение. Теперь у меня будет повод вернуться в шумный Лондон после вторких лет службы в чудесной, но куда более тихой Шотландии. Буду счастлив встретиться с вами и продолжить наше обсуждение бессмертия, его достоинств и недостатков и возможности улучшить ваше состояние. С нетерпением жду нашей встречи искренне ваш, доктор Эдгар Солмси. Портрет Элизабеты Джейкоба Блэквудов. Портрет Леви Эшберри работы Винсента Ван Гога. Ван Гог. Офигеть. Где-то вот с той стороны проход. Где-то вот с той стороны проход. Подозрительная картина. Какая именно? А, вон, наверху. Так это Красная Королева и ее битва с кем-то. То есть Лидия Эшберри как-то во всем этом замешана, типа? А каждому защитнику шли помогало. Старое деловое письмо. Дастопочтенная мисс Эшберри. Когда мы в последний раз говорили с вами, вы спрашивали о возможности переправить гроб из церкви Темпла в Лондоне в крипту замка Эшберри в Шотландии. Счастлив сообщить вам, что ваша просьба, наконец, будет удовлетворена. Моим людям сообщили, что по соображениям безопасности гроб всегда должны сопровождать стражей. Этих людей наняли вы и они будут ждать нас в Лондоне. Им также сообщили, что ни при каких обстоятельствах они не должны пересекать реку на судах. Лишь везти карету по дорогам и мостам, поскольку драгоценному дереву и реликвиям вредна влажность. Предлагаю к письму детальную смету всех работ. Мы готовы выехать из Лондона, только получим оплату с уважением Сэмюэра Льюис, независимый подрядчик. Задействует чутье. Нифига себе. Меч Луна. Вот символы, которые нужно найти. Дверь отперта. И тут мечей, по-моему, до хрена у всяких рыцарей и прочего. Так, вот даже я запутался. А, я оттуда пришел. Тут дофига мечей. Опа. Что это за символы? Тут наверняка скрыт механизм, но он не работает. Щит. Последний переключатель и... Вот еще один переключатель. Нужно продолжить поиск. Так, этот я нажал. Вот он, меч, меч, меч нажал. Подожди, мне не понял. Последний переключатель и... А, вот цветок. Что это за символы? Тут наверняка скрыт механизм, но он не работает. А, вот здесь, здесь нужно искать луну, что ли? Да, вот луна. Последний переключатель. Вуаля. Вуаля. Да, вот меч, луну надо было нажать и меч. Объяснится, если идея же берет, так, секунду. Древний фолиант. Ангел явился мне, Господь благословил меня, Михаил. Так. Житие. Ангел явился мне, Господь благословил меня, Михаил. Я явился мне прошлой ночью во всем своем великолепии, в блестательном ареоле крови и подарил мне бессмертие на закате моей жизни. Пред величием и ужасом этого ведения я лишь склонил голову и закрыл глаза. Сожженный божественным даром я полницей. Я очнулся лишь следующей ночью. Ты станешь служить мне, как служил своим королям, молвил ангел, прежде чем обручить на меня всю свою мощь. Ты будешь на страже земли, сей во веки веков. От всех, кто знал меня прежде, я должен был скрыться, ибо они считали меня мертвым. Скоро я покину общество людей, чтобы служить своей новой цели, благословен Господь. Михаил явился мне прошлой ночью в моем убежище в церкви Темпла и велел готовиться к битве. Нужно спасти эти земли. Смерть повсюду, черная смерть, зараза, которую наслал сам дьявол, чтобы покарать смертных грехов, покарать смертных всего мира. Рука моя сильна, во имя Господа я сокрушу этих врагов человечества, и Англия восторжествует. Почти 30 лет прошло сначала в моей битве с дьяволом, и исход ее не ясен. Время от времени чума, это черная смерть, вновь поражает. То село, то город, и каждый раз приспешники дьявола появляются там, чтобы насладиться страданиями смертных. Вампири, ужасающие существа, и они дам этой земле погибнуть, и до последнего вздоха будут служить Англии и защищать ее. Сегодня, ни хера себе, 1369 год был. А, ну там, блин, прошло-то дофига лет. Это все один тоже человек, что пишет? По 200, по 300 лет, или сколько там? Сегодня в деревушке Ходдессон не встретилась самая чуткая душа, какие только бывают среди смертных. Она пела мертвым, пела тем, кого любила и знала, тем, кого унесла новая вспышка чумы. Не испытывая страха за собственную жизнь, ее голос так тронуло меня, что я оставил ее живых. Награду за благочестие и добродетели я предложил ей вечную жизнь. Ее зовут Элизабет Энглвуд. Больше я не одинок, вместе мы будем восхвалять Господа во всей славе его во веки веков. Мое сердце разбито, душа изранена. Сегодня Элизабет покинула меня. Я научил ее всему, что знал, всему, что ей нужно знать. Теперь же она должна идти своим путем через века. Такова ее воля, и я не противлюсь ей. Элизабет Энглвуд, моей драгоценной дочери, больше нет. Теперь ее зовут Элизабет Блэквуд. Я обещал ей, что если она когда-нибудь вернется в Ходдестон, то всегда найдет меня здесь за стойкой таверный бык, что оставили ее родители после смерти. Черная смерть закончила работу, Уильяма Маршалу тоже пора отдохнуть. До нашей будущей встречи я буду зваться Уильямом Торном. Торном. Я буду ждать возвращения своего ангела. Короче, ее обратил сам Уильям Маршалл, вампира. Дьявол снова взялся за работу. Черная смерть вернулась. Пожиная тысячи жизней в Лондоне, мне пора продать быка и отправиться туда. И снова Уильям Маршалл отправится спасать эти земли. Что я надел? Я позволил дьяволу осквернить меня. Господь помилуй, мне суждено было сразиться с ужасающим существом, демоном и самой преисподней. Извращением плоти, ходячим апокалипсисом. Мне пришлось запереть это жуткое отродье в церкви святого Павла и поджечь все здание. Если бы не помощь Михаила, я бы с ним не справился. Огонь очистил город от скверны. Этого демона наполовину Лондона сгорело вместе с ним. Я же с тех пор грежу лишь о реках крови, бойнях и ярости. Буд кошмар отравил мою кровь, проник в самую мою душу. Впервые за многие века мне страшно. Я скроюсь своему бежищу и буду истово молить Господа прощения моей зараженной души. Элизабет пришла ко мне. Она сказала, что почувствовала мою боль, бедная. Моя дочь, ослепленная яростью, отравленной кровью ненависти. Я укусил ее. Она бежала в ужасе от моего предательства. Я рыдала, хатал, а она проклинала меня. Господь, неужели я предал тебя? Неужели ты меня оставил? То есть ее заразил Уильям Маршалл, потому что он сам заразился. Мои молитвы услышали. Я нашел все силы бороться с жаждой крови, с бесконечным голодом. Бедная моя Элизабет, простишь ли ты меня когда-нибудь? До меня доходят слухи, что ты теперь наслаждаешься убийствами и кровавыми пиршествами своим новым потомком. Ты лишь жертва. Что я наделал? Клянусь, я найду способ искупить то, что сделал с тобой. Не усмирю кровь и ненавистья. Братство святого Павла наконец согласилось выслушать меня. Они предложили встретиться в соборе святого Павла в Лондоне. Братья оказались весьма островными. Выборали место, где я победил кошмар и одновременно потерпел поражение. О, я это уже читал где-то. Я согласился. Там священный тишинец собора под зором Господнем. Они выслушали меня. Братья признали мою победу от родим зла. Сотрясающий мужей, которая хотела сеять лишь смерть и мор вокруг себя. Признав мое желание спасти Лондон в 1666 году, они вняли моей просьбе моему сжигающему стремление остановить кровь ненависти. Меня обещали дать ответ. Глава братства святого Павла написал всего одну фразу. Слезы ангелов. Если верить ему, это древний рецепт надобия, способного меня исцелить. Смыть черноту с души и очистить мою кровь. Благословен Господь. Больше сотни лет я искал способа избавиться от крови ненависти. Возможно, наконец-то нашел его. То есть вампир не умирает от крови ненависти, но она как бы их разум затуманивает или как-то жажду крови усиливает. Вскоре ярости пришел конец. Ярость, да. И я смогу справить то же зло, что натворил, и искупить все свои прегрешения. Теперь же мне нужно найти необходимые ингредиенты для рецепта. Кровь чистейшего из сердец с кровью короля. Где раздобыть столь редкие составляющие, меня не очень заботит. Время на моей стороне. Меня больше волнует последний компонент. Чистая эссенция чеснока. Боюсь, я в буквальном смысле слова испытывать адскую боль, принимая противоядие. Ну что ж, такова цена за очищение души и исправление прежних ошибок. Я готов вынести ради этого все. Наконец, мне удалось собрать составляющие для слез ангелов. Кровь чистейшего из сердец для сил. Кровь короля для храбрости. Эссенция чеснока для мучительного чечения. После нескольких месяцев ожидания, почти обезумев от голода, я ждал Вильзита и Элизабет, чтобы снова не напасть ее. Я сковал себя цепями. Сперва я не узнал свою любимую дочь, ведь она теперь была Леди Блэквуд. Ужасающей госпожой ночью, что наслаждалась резней и кровопролитием во Франции. Я рыдал и молил прощение за то, что с ней сделал. Она лишь ухумлялась. Я объяснял, что мой укус заразил ее, травил кровью ненависти, которая теперь ржет ее жила. Но она ничего не желала слушать. Я сказал ей, что нашел лекарство, что смог сделать одну дозу противоядия. И вручил его ей в надежде на то, что она вернется к прежней жизни. Взамен я попросил ее заботиться обо мне, ибо мне должно было оставаться в могиле и в цепях, если потребуется, лишь бы снова не вонзить зубы в шею смертного или бессмертного. Она неохотно приняла от меня слез ангелов и ушла. Надеюсь, вскоре встретить ее исцеленную. Наконец она вернулась ко мне. Исцеленная, здоровая, счастливая и моя Элизабет. Она рассказала, что около года назад кровь ненависти заставила ее устроить кровавую бойню в одном французском приюте. После этого она приняла противоядие. Она сказала, что тогда леди Блэквуд умерла. Отныне она пообещала заботиться обо мне. Это все, о чем я прошу, молясь за все души, загубленные из моей оплошности сто лет назад. Моя датагационная дочь вернулась на прошлой неделе с добрыми вестями. Недавно она приобрела замок в Шотландии. Вскоре она закончит реконструкцию крипты, что станет мне новым пристанищем. Вдали от соблазна, вдали от шумных людных городов. Скорее бы оказаться в столь желанном полном одиночестве, обрести покой, отречься от суеты Господь. Дай мне сил побороть свои страсти на пути из Лондона и к моему новому пристанищу. Пока я здесь, необходимо передать копию моих мемуаров братству святого Павла. Разумеется, без самых постыдных деталей. Вскоре я покину Лондон, чтобы продолжить свое покаяние. Наконец-то я беру покой при поддержке моей воскрешенной Элизабет. Вообще капец. Так он значит здесь что ли находится этот Уильям Маршалл или нет? Сейчас узнаем, наверное. Она исцелилась как бы от этой болезни, но ее кровь как бы осталась как инфекция в дремлющем состоянии, то есть она других может сжать. Наверное, брось меч, отец, тебе нечего бояться. А, да, он здесь Уильям Маршалл. Что же, мы должны смириться, склонить головы? Нет, никогда ты научил меня этому. Я чую кровь древнюю, но юную. Как странно, может... И спить ее, и нанести удар? Не надо, отец, это друг, отдыхай, я обо всем позабочусь. Берегись, Элизабет, от него веет ложью. Не знаю, отец. Какой лужью-то? Где же вы пропадали, Джонатан? Это правда он? Да, Уильям Маршалл, первый граф Пембургский, слуга пяти смертных королей. Бывший ригент и спаситель Англии. Величайший рыцарь всех времен, как некоторые говорят. И вызовет его отцом. Он подарил мне вечную жизнь и многое другое. У меня много вопросов, Элизабет. У вас всегда были вопросы, доктор Рид. Я пришел к вам в это подземелье и не знаю, с чего начать. У нас еще осталось несколько минут. До чего несколько минут? Где мы? Что это за место? Это поместье Эйшбери, я унаследовала титул, когда купила замок. Тебя могут найти. Ты не боишься, что кто-нибудь найдет тебя? Это не так уж сложно. Я заставлю мокрад любого, кто попытается узнать мою тайну. К счастью, до этого редко доходит. Это твое место для уединения? Укромный уголок? Это скорее убежище, данным-давно я поселила здесь своего отца, когда он заболел. Зачем ты бежала сюда? Когда ты сказал, что я здоровый носитель, а мне больше ничего не оставалось. То есть тебе пришлось вернуться к источнику этой чумы? Да, чтобы наконец его уничтожить. Ты вернешься в Лондон? Нет, Джонатон, не вернусь. А как же твоя дочь? Шарлотт — сильная, независимая женщина, которая скоро получит все мои деньги. Я обо всем позаботилась, дальше делала за ней. Лондон спасен. Я уничтожил кошмар, в который превратилась Харри Джонс. Эпидемия остановлена, Лондон станет прежним со временем. Да, спасибо, Джонатон, ты в самом деле спас город. Мы спасли его, несмотря на все препятствия. Я убежден, что мы сделали это. Вместе, Элизабет. Меня убивает мысль, что я всему причиной, что все это произошло из-за моей... Собственной крови. Ошибаешься. Катастрофа случилась из-за морального эксперимента и по воле такого... Злого существа, каких я не видел после смерти. Но его породила моя кровь, моя оскверненная кровь ненависти. Отравленная кровь моего отца. Я здоровый носитель и больше ничего. Зачем прятать его здесь? Разве я могла его бросить? Он пожертвовал собой, когда отдал мне... Единственную дозу противоедия. Он дал тебе противоедие? Ну да, мечтали. Да, он понимал, что останется тут навсегда, но не усомнился в своем решении. И yeti-von. Вот каким великим человеком был и остается Уильям Маршал. Как ты ему помогаешь? Стараюсь почаще навещать пейзажи, которые он больше не увидит. Кормлю его своей кровью. Ты его кормишь, ты мучаешься от голода, питаясь безвкусной кровью умирающего. Даешь ему свою. Когда он спас меня, открывал в безумие, я поклялась, что не буду убивать ради еды. И он поклялся тоже. Он опасен? А ты как думаешь, он Экон, который не ел уже несколько столетий? Старший вампир, мечтающий убивать и распространять кровь ненависти. Спасения нет. Сам он считает, что ангелы предложили ему бессмертие, чтобы он защищал слабых и боролся с силами зла. Он может разговаривать? Да. Да, иногда он даже напоминает благородного рыцаря, который спас и воспитал меня. Но, вы знаете, он не полностью лезет его глаза. Мы могли бы его излечить. Слишком поздно, кровь ненависти течет в нем уже давно, а противоедие не подействует. Я пыталась, поверь мне. Маршалл заразил тебя. Тебя заразил Юрий Маршалл, первый носитель, это он. Да, но он спас меня, пожертвовав собой. Спас тебя как? Слезами ангелов он очистил загрязненную кровь, более старшей и сильной. Мне это помогло, правда ведь? Да, кровь это главное для нашего вида. Скалия, очищение, генеалогия. Ты уверена, что вылечилась? Да, Джонатан, я была просто животным, которое я обожала убивать. Я собирала кровавый урожай по всей Европе, но управляла кровь ненависти. На противоедии моего отца исцелила меня. В прошлом. Кто ты на самом деле? Как мне ответить на этот вопрос? Я прожила много жизней. Сменила много обличий. Для меня, для тебя я Элизабет Эшбери. И никем иным бить не хочу. Мне нужно узнать больше. Мне этого мало, я хочу узнать кто-то на самом деле. Где ты родилась, где жила. Где ты живёшь. Я родилась в 1551 году в Хартфордшире. Меня звали Элизабет Саманта Мэри Энглуд. У моих родителей был пап Ходдессон. Этого достаточно? Как ты познакомилась с Уильямом Маршалом? Он превратился в икону за несколько веков до встречи со мной. Он спас меня от верной смерти, сделав своим потомком. Почему он выбрал тебя? Спроси его сам. Ты винишь его? Не винил, даже когда он был заражён и укусил меня. Он мой отец, он воспитал меня. Научил, как себя вести. А как же мы? О чём ты? Элизабет, ты знаешь о моих чувствах, но всё равно исчезла, не сказав ни слова. Я беспокоился о тебе. Я люблю тебя, Джонтон. Я полюбила тебя в ту секунду, когда ты спас бедного мистера. Хэмптона забыл об опасности и повернулся к ней из спины. Я не знаю, как ты возвращаешься, как новообращенный мистер, который ты был. Мой глупенький, новообращенный. Так, ты должна была рассказать мне. Нет, Джонатан, слишком много врагов жаждут развенчать миф о боевом Маршале. Я не могу подвергать его опасности. Так зачем ты уехала сюда? Ты же знала, что я приду. Я не могу тебя отпустить. Я не могу тебя отпустить. Я знаю, что кровь ненависти до сих пор в моих жилах. Только я могу положить конец этой трагедии. Я тебе помогу, ты можешь мне доверять, Элизабет. Я знаю, Джонатан. Ты был самым верным моим союзником, но это моя война. Но это моя обязанность. Твой протежей согласился поговорить со мной. Я о многом хочу... Согласится поговорить со мной? Я о многом хочу его распасти. Спрашиваю, Джонатан, но будь осторожен. Сэр Уильям, поверить не могу, что говорю с вами. Вы ведь тот самый Уильям. Маршал. Вы служили Ричарду львиное сердце, и его брату, королю Джону. Да, в свое время. Если хотите поговорить, подойдите ближе. Слух меня уже подводит. Да может, он хочет укусить, если ближе подойду. Меня тоже заразит. Вы прекрасно меня слышите, сэр. Так что вам нужно? А слезы Хармли? Я нашел ваши записи, посвященные противоядерам. Слезам Аргелов, как вы его создали? Однажды я понял, какие там ингредиенты. Я взял слез за короля Ричарда и чистую кровь. Бесстрашный Боу Дики. Как вы нашли такие реликвии? Король Ричард и Боу Дики, как вы нашли такие реликвии? У меня ушли годы на то, чтобы узнать потайное место. Затем пришлось выяснить формулу. Кажется, ее храняло какое-то древнее братство. Кажется, орден Святого Павла. Она сработала? Да, слеза очистила почерневшее сердце бедной Элизабет. Я возблагодарил небеса. Когда она снова улыбнулась. О кошмаре. Я нашел и победил кошмар, который грозил уничтожить Лондон. Знаете, теперь страна безопасности, сэр Уильям. Значит, я могу назвать вас братом. Его яд на вас не подействовал. Даже если он вас оцарапает, это может представлять опасности для вас и для всех, кто вам дорог. Как вы победили его? Кошмар. Мы сражались несколько часов. В конце концов, пришлось запереть ведьму в соборе Святого Павла и поджечь его. Я хотел удостовериться, что она умерла. Кого вы одолели? Вы тоже победили одного из них в 1666 году. Кто это был? Она была мусорная ведьма, которая сеяла в горле чуму с помощью армии крыс. Она не один месяц пряталась в пекарне на пудинг Лэйн, прежде чем я нашел ее. Расскажите о крови ненависти. Как на вас влияет кровь ненависти? Вы ощущаете ее действия? Кровь ненависти, она не страшнее чиха, чиха, который сдерживался так долго, что теперь мог бы разрушить крепость. Расскажите мне о вампирах. О вампирах? Что именно? Вы часто с ними встречались, что вам известно? Они ужасны. В свое время я сражался с ними. Это отвратительные искусители с острыми когтями и клювами. Не встречал таких существ. О чем вы говорите? Конечно, вы не видели вампиры смертельно опасные, стремительные и неумолимые. Где вы встречали таких созданий? В последний раз это было у кельтского храма при Солсбери, жуткое всеми забытое место, кишащее призраками и с разносчиками болезней. Поговорим о Морриган. О Балой Королеве. Что вы хотите знать? Вы знаете, кто она? Я не хочу об этом говорить в присутствии моей милой Элизабет. Почему? Когда-то она тоже слышала алую песню, и ее танец под эту мелодию принес миру. Немало страданий. Вы видели ее? Лишь однажды, но она не перестанет петь для меня. Ее песня о крови и войне завораживает. Жаль только, что она совсем не дает мне отдохнуть. Расскажи мне о Мирдине. Вы помните Мирдина, своего создателя? Меня, как и все на земле, создал Бог, а через своего архангела Михаила он подарил мне вечную жизнь. Но Мирдин, Михаил-вампир, он превратил вас в создание ночи, который пьет кровь. Да, раньше я питался кровью недостойных, но потом был наказан за обман. Теперь я узник, который полагается только на милую Элизабет. Как заразилась Элизабет. Скажи мне о том, что Элизабет. Я не желаю говорить об этом. Пожалуйста, сэр Уильям, мне нужно узнать, что такое кровь ненависти, и как она передается. После победы над кошмаром, я вернулся в свое убежище с зараженным. Именно там нашла меня. Элизабет, она почувствовала мою боль, хоть и была далеко. Что произошло потом? Кровь ненависти наполнила меня гневом, я напал на своих потомков и заразил ее. Тоже. Прости меня, Элизабет, я разрушил твою жизнь. Снова укусили ее, и ей передалась кровь кошмара. Кажется, теперь я понимаю. Элизабет бежала, я упал на колени, умоляю простить меня. Я поклялся, что у меня есть способ все исправить. Где находится это убежище? В Лондоне, под церковью в Темпле, под моей пустой гробницей. Я любил засыпать там, под звон колокола. Как вы познакомились с Элизабет? Настали тяжелые времена, и я проснулся, чтобы защитить страну от новой чумы. Что вы делали дальше? Я вырастила ее как своего потомка, когда она отправилась повидать мир. Я заново отстроил таверну ее родителей, и какое-то время управлял ею под именем Уильяма Торна. Хорошие были времена. Когда это было? Очень давно, через несколько лет, пустого к Элизабету. Как Елизабета, английская, и Екатерина, французская, заключили союз против Испании. Вы пожертвовали собой, чтобы спасти ее? Это был мой долг, ведь кровь ненависти заставила меня ее предать. Вы согласились с назначением? Да, как только я понял, что она исцелилась, я попросил запереть меня здесь. Вы хотите исцелиться? Нет, этот голод уже часть меня, он так долго был со мной. Что без него я почувствовал себя пустым. Мне нужна только тишина и молчание. Вы могли бы вас освободить, выпустить вас, вы же хотите этого. Я молюсь о том, чтобы снова увидеть небо, я почти забыл его цвет. На свободе я бы мог. Многое сделать, но выпускать меня было бы неразумно. Вы останетесь, если вы будете каяться. Элизабет сказала, что ждать осталось недолго, она наконец-то коснется моей щеки. И освободит меня. Время пришло? Да, отец. Может, выпустишь меня? Хочу напоследок увидеть небо. Ты и есть небо, и все его звезды. Я не побежден, и бы радостно приветствую крающий меч, свой меч. Ты погибнешь, не зная поражений. Прощай, отец. И ты прощай, Джонатан. Что? Я не могу жить, зная, что я здоровый носитель, как ты выразился. Пламя уничтожит яд, который у меня в крови. Я этого не допущу. Я проношу лишь смерть Джонатана, и это невыносимо. Я доктор Джонатан Ридд, защитник Мирдена. Меня избрали, чтобы спасти Англию от эпидемии вампиризма. Я излечу тебя. Что? Вся наша суть, это кровь, Элизабет. Само наше существование зависит от нее. Со временем я доработал лекарство, которое тебе дал Уильям Маршал. Время на нашей стороне. Я не могу так рисковать, Джонатан. Никто больше не пострадает по моей вине. Элизабет, поверь, я могу тебя спасти. Я могу спасать тебя. Поверь, я тебе, Джонатан, не слишком ли я рискую? Тогда я останусь с тобой и не уйду, пока не найду лекарства. Ты не понимаешь, о чем говоришь, Джонатан. Уильям потерял разум, но ему хватило силы голодать столетиями. Сомневаюсь, что мы на такое способны. А вот здесь вышла ошибка, Элизабет. После того, как я потерял бедную Мэри из-за своего перерождения, я поклялся больше никого не убивать. И у меня получилось. Вот! Не уверена, что мне хватило сил. Я не такая, как Уильям. Я реально никого же не убил. Не такая, как ты. Я научу тебя. Идем со мной, любовь моя. О, Джонатан, как бы я хотел тебе верить. Я ни в чем не уверена. Мы сбежим отсюда, уйдем у леса, поселимся в горах, где нет людей. Мы будем скрываться там, пока я не найду лекарства. Ты веришь в меня? Ты веришь в меня? И буду верить всегда, любовь моя. Похоже, это реально на концовку повлияло. То есть то, что я никого не убил. Хотя не знаю. В общем, пишите обязательно в комментах. Пишите, какая у вас была концовка, и что вы делали, кого вы убивали или не убивали. Напишите обязательно. Интересно будет не только мне, но и многим людям. Возносится к небу молитва о том, кто уходит на бой. Дорогу свою должно выбрать дитя, рожденное тьмой. Бой завершен, и дорога выбрана. Ты спас Англию, обуздав свою жажду. Надеюсь, ты счастливо проведешь грядущие века. Как тебе и пристало. Прощай, мой дорогой защитник. Моя королева уснула, и я скоро присоединиюсь к ней. Но она снова пробудится, ибо голод ее вечер. Ангар Николай 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 что ж поздравляю с концовкой прошли ясную сюжетную ветку пишите опять же в комментах как что у вас какая концовка была что вы делали кого убили какие вы решения приняли я так полагаю что у меня более-менее позитивная концовка может быть даже самое лучшее потому что я реально ни одного человека не убил ну то есть из тех где был выбор убивать или нет то есть загипнотизировать или нет я никого не гипнотизировал в плане чтобы там загипнотизировать и убить и даже гипноз применил только один раз за игру это когда богача надо было ну выбрать эту там потому что был выбор либо его убить либо его обратить либо загипнотизировать самое меньшее зол было загипнотизировать и он как бы в покое умер и перед смертью раздал все свое богатство обездоленным и больным так ладно как тут все на мышку нажал все видимо да так но а что будет если продолжить нажать а нет но это видимо понятно это то есть повтор последняя контрольная точка перед этим ладно все всем спасибо подписывайтесь не подписаны ставьте лайки строчите комменты жмите колокольчик дозвольте лайки строчку а дозвольте лайки строчки не